Вот у нас утро сегодня, без двадцати восемь. Уже позавтракали. Вот, каждый занимается своим делом. Печку истопили. Брат Никита и начал лишь за компьютером, как обычно сидит, заниматься своим делом. Это вы на сайте Степаненко сейчас находитесь? Да. Расскажите, Илья Тихонович, про историю Степаненко. Как с ним произошло, что его одно время уволили, даже с работы? Ну как, я бы это никак не знал. А у нас хорошие отношения были, там священник есть, город Северский, как называется, Дудин, отец Сергей-то. И он говорит, что тут такой есть человек, говорит, и у него там свой сайт есть, там большая посещаемость. И он вот такое сказал там про женщин где-то. Я ничего не знал, чистый лист, я его не видал, не знаю нигде. Я только зашел, так гляжу, ой-ой-ой, шторм начинается, буря буквально. А вот что, он просто объяснил. Женщина, которая не имея мужа, но желает иметь ребенка или не желает, и рожает. Не потому что муж умер, у нее просто нету. Она не замужем. Гражданский брак это блудодеяние, просто и все. И он называет, как эти женщины, букву Б. Я скажу, на меня нападает верующий даже. Это литературное слово. Откройте, зарядите это слово и увидите, что такое. Б, Л, и дальше пошло. Это не болтать. Одинаково, по-другому никак. Вот говорят, светская львица, такая-то артистка-то. А выступает Жириновский, говорит, это все на букву Б. Своими словами только. А здесь, когда узнали, как на него бросились, там женщины, начали его. Он правду сказал, на сто процентов правду. Степаненко, Максим. Я его не знал, не видел. Я тогда зашел, смотрю, посмотрел, какое лицо, какое глаза у него. Очень мужественный человек, многое перенести может. Твердый. Я сразу глянул, это не подкаблучник. Какие слова сказать о женщинах. Его архиерей поддержал. Нет. А почему? Да больше половины в храмах они стоят. Вертихвостки, макрохвостки. Нашелся человек, взял на себя это, как пророк сказал в данном случае. Я вижу, ой-ой-ой, измена, трусость и обман. Вот это клеймо, последнее, записанное в дневнике царя Николая II, священномученика. Это мученика. Проходит какое-то время, уже сколько прошло, его только рядовым приняли. Он как бы председатель, или как это, у миссионерского отдела был. Он подробно дал объяснение. И говорит, вот женщина, она, если любит командовать, она мужчину. Он, допустим, 10 мужчин, а его сразу высчитает подкаблучника, чтобы все время командовать. Его и видно, по всему видно. Вот, у него очень большой опыт. Он прижал по Теряевку. Конечно, для всех было это, буквально шок, что он приехал и принял крещение с полным погружением. Они не могли преподать ему. Тут мы впервые с ним познакомились. Но тогда я сказал, выступили правильно, то другое. И, ну, не нравится мне, что у вас галстук и бороды-то, нет, какая-то там, не поймешь где-то. Он мне, он не мне, а сразу ответил, мне сделано замечание, галстук больше не надену, бороды не коснусь. Понятно, если бы все так-то рассуждали. Ему доказывать не надо было. Он это сразу пережевывал. У нас есть вопросы, по которым мы, не говорится, еще будем не раз говорить, там, о воинской службе и то другое. У меня-то это открыто все. У меня на первом месте строго Библия. И вот сейчас он опять на меня вышел. Поздравления и, ну, хорошие отношения. Я вот если буду здесь смотреть, сейчас вот даже покажу. У меня медленно это идет. Это его страница, вот она. Сайт Кыси. Это Степаненко Максим. У него тут иконы. Вот, видишь, это даже что? Философию, коллабрату теперь. Эта тена у меня не касается коллабрата нигде, никак. Вот о церкви он пишет тут. О нем у меня ни одного ролика нет. Просто мы где беседуем, потеряем. И так он попал. А чтобы ему посвящать, нет. И когда было такое натянутое отношение, там что-то говорили, там нас вроде кто-то бросили. То есть я мог бы ответить, но я не отвечал. Почему? Я очень сыню его. Сыню таких людей мало. Мало просто. Те, которые на его место поставили, они никакие поставили. Тут человек, ну, в первую очередь, миссионерский отдел. Его создать нельзя. Это фальшивая организация. Кто бы это ни был, там, брат мой родной или... А вы бы не стали, да как я стал, когда это не Божье? Божья может быть благовестническая группа или отдел благотворительная, певческая, там, ну, еще там как-то назвать, социального обеспечения, там, сиротская. Но миссия не может быть в Библии, потому что это делает только Дух Святой. В миссии может быть только человек, который вводим Духом Божиим. Он знает, где молчать, где сказать, кому сказать. Ему во сне Бог покажет это или наиву. Поэтому, миссионерский отдел, если я был патриархом, закрыл бы в первый день все до одного. Обман. И написал бы, жуткий обман, просим прощения. Чтобы миссионерцев понять. В миссионерский отдел больше двух людей не бывает. Два. Два человека могут быть, а больше это уже не то. Двое апостолов идут. Двенадцать. По двое семьдесят Христос разделил. Зачем по двое-то, не по трое? Кирилл и Мефодий двое идут. Они могли бы там пол монастыря за собой тащить. Двое. И мы ездили в миссию. Это 600 городов. И районных центров. И только двое. Возниться не считается. Он за рулем сидит. Он к миссии никакого отношения не имеет. Вот как. Практически это мне дорога, везде приходилось одному всю работу вести. И вот сейчас, я когда все сказал, он вышел на меня. И перед кем-то сказал, говорит, ой, говорит, я этого человека тоже не знал на меня. Вот, как будто, говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Его там стукнули. А сразу же против, как выступил Андрей Курайп. И говорит, меняй работу. Все, тебя оттуда потурят-то. Андрей сказал это? Он сказал, не как я. Его сразу же Андрея, буквально в скором времени выгнали самого. Из профессуры отовсюду поперли. У меня отношения хорошие. Никогда с Андреем не было. Но он обо мне высоко очень отозвался. Но Игнатий меня пронес, говорит, по всем кочкам. Я зарядил. 120 раз я его упоминаю в своих книгах. Андрея Кураева. Степаненко ни разу. Ну, Андрея такое, что такой ареальный был потоп, там около где-то. Самая высокая гора вершин не была никогда потоплена. Я сказал, это Евангелие от Кураева. А не Евангелие там, или... Ну, написано как. Не 12 глава Бытия, или 6. И вот в данный момент, когда он уехал, тут что-то было. Я даже сильно не вникал в это. Где он там что говорил, кто-то заступался. Я только молился. И вдруг все опять направилось. Сейчас даже почти возобновилась переписка. Я материалы даю. Он иногда спрашивает, а где это написано? Такое стихотворение там. А где вот это? Кто это сказал? Недавно он тоже, я ему отвечаю. Это сказал такой-то святой. Сказал вот так-то. Стихотворение это было. С 61-го года издания. 62-го там. Это было вот так-то. И дальше он говорит, что если человек 25 лет ничего не показал себя, то и не жди. Ну-ка, процитируй, Никита. Как это? Ну как-то, если четверть века позади, и ты еще ни звонок и ни ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарок и не жди. Ты согласен? Хорошее стихотворение, да. А ты как его узнал? Это вы мне прислали, когда я в Борисполе жил еще. Когда еще там был. И ты как понял, правильно это написано? Ну это можно же применить и на духовное, конечно. Ну а ты как понимаешь, к тебе это относилось? Мне как раз 25 лет там было, кажется. Ну тронуло оно тебя? Да, тронуло. Тронуло. Ну его тронуло. Я не унижаю, ничего скажу. Да. И вот у Максима сейчас. Таким человеком они воспользоваться не могут. Архиерей за него слова не замолвил, когда его били. А наоборот, из-за Лукаша убрать его. Чтоб только к нам люди ходили, было, чтоб было больше людей. А как раз через это они могли реформу сделать в своей Томской церкви, где бывает, где там Север, город какой, Северск. Так, снова на исповедь. Кто под эту букву подходит? Кто возмущался? Его бы все. Это он внутри. Церковь отделена от государства. Никто бы не тронул. Архиерей прижался бы. Так, кто это говорил? Кто подписывался против моего сотрудника? Так, выйдите отсюда. Отдельно с вами будем разговаривать на улице уже. Не заходите в храм больше. Если вы к этому не относитесь, вы никогда не будете заступаться за этих Б. Вы заступались, а они самые. Ну, вот как. За кого будет заступаться-то? Так и это. За весь этот разврат. А их таких-то там, которые приходят, исповедуются и живут в небрачной жизнью, скотские, даже хуже скота, их там больше половины. Это абсолютно в каждом храме. Вот Максим как раз здесь был как бы лакмусовой бумажкой. Он показал на нем в этом выступлении, его против такого безобразия в церкви, против этого блудства. Б. Боятся сказать, что это такое. А в церкви как раз такое слово и есть. Пустословие. А по-славянски считается блядословие. Словарь Григория Диченко. И в церкви так и считают. Священники доходят, так они обходят. Так что ты выпускаешься? А то вы же говорите церковно-славянский язык, он сакральный, божественный. А это так и написано. Другого-то нет слова. Славяне-то они не знали, как. Они просто поняли. Пустословие. То есть, не начиненное ничем. И эти женщины так и назывались официально, и ничего нет. Это как женщина, которая там, ну какая-то формилия, как-то не знаю ее, она, как говорится, вот этой Б сделала за Золотухина Валерия Сергеевича. И она говорит, когда я поступила в театр, пошла, мужики в театр разговаривают. А это чья Б? То есть, они знают, она не просто артистка, она кому-то подставляется даже, а под кого-то ложись. Как Жириновский сказал Алле Борисовне. Нет того правителя, под которым вы не ложились, и поэтому, как я буду с вами разговаривать-то? И вот здесь, я через это событие узнал, его не поддержали. В защиту его не считал нигде. Нет нигде. Через него как раз и показали состояние патриархии, предательство, сергианство. Любого предадут, сбросят, даже не посмотрят. Выступил там где-то Диамид, сказал не так. После этого, где он еще? Никто знать не хочет. А мы каждый день за него молимся. А вы его поддерживаете? Зачем его поддерживать? Слово поддерживать еще что означает? Попал, говорят, в ад там, Брежнев сидит. А уже знал, кто там. Ну и там Андропа кто-то выпал из окня. А кто генеральный секретарь? Да, Горбачев. А это со Ставрополя? Ну да. А кто его поддерживает? Да никто, говорит, не поддерживает. Сам ходит. За ними-то революционная машина ездила, как за Ворошилом-то. Итак, здесь кто поддержал его? Никто. А сказали бы, наконец-то, в православии прорезался чистый голос. По направлению блуда. Одним словом, заклеймил все это. Вывел. И всех, которые под В, есть, выходите. Если вы назывались верующие. Должна быть отучена столько-то. Абор 10 лет. Стоять в притворе. Правила Василия Великого. Второе. Книга правил. А ее книгу правил 70 лет не издавали, священники даже не знают. Полностью, как Конституция, исчезла. Или права, правила, ездить, как на машинах. Убрали бы и все. Больше нарушают, они больше к нам будут идти. Раз не знают, нарушают. А тогда чем больше грешат, больше жертвуют. Тут все с Мамоной связано. Мамона Вильзиулович, тут правит бал. И вот на данный момент, я каждый день молюсь, поминаю его имя Максима, и чтобы Господь его сохранил. А разногласия, ну что разногласия? Главное-то не перетащить человека на свою сторону, а оповестить, сказать. У меня такая выработка есть уже. Я сказал одна же праза, а ее сейчас уже в интернете повторяют. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, возвещает истину. Написано, и спорили с учениками Иисуса, но не ученики. И спорили с Иисусом, но не Иисус. А что, вы не хотели, чтобы ваша версия, или как назвать, восторжествовала? Хотел бы, но задача состоит не в этом. Вас поведут для свидетельства перед правителями. Не для обращения. Такой задачи Бог нам не ставил. А почему? Потому что это не в нашей власти. У человека три ступени есть. И он в эти ступени сразу входит. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за мною. И трехступенчатая благодать. Это я беру у Феофана Затворника. Благодать призывающая. Это проповедь, идите по всему миру. Благодать обращающая. Кого? Который, что нам делать? Покайтесь. А покаяние зависит от желания человека. И третье. И креститесь. Там труда никакого нет. Только рукоположный священник должен быть. Все. Благодати призывающей и обращающей в православии практически нет. А освящающая есть священство. У сектантов наоборот. И призывают, и каются люди. А священства нет. Как хитро сатана поделил. Вот разбил по этажам, вырвал. А почему он православный не проповедует-то? Почему не говорит правду о Христе? А почему бы сектантам не принять епископата и не возобновить? Чтоб церковью была, а на ней сектой. Нет. Почему? Потому что на землю сошел дьявол великой ярости. Ища кого поглотить. Православных он нашел. А этих нашел. Вот я представляю сейчас. Даже как-то у меня тут такая сцена разыгрывается. Пришел бы апостол Павел сейчас. Кто? Сказали Павел, пришел Павел. Такой ажиотаж. Это не не иквущик без рук, без ног. А с руками, с ногами, с языком. А где? Да вот у него сегодня там в Доме культуры. А вот сегодня там встреча там-то. Вот идут и раскланиваются. Я даже представляю, как пришел там папа своей тиарой, расколотым черепом. У него такая, надвое расколотым. И вот. Добрый день там или что-то. А кто такие? Да мы, попежники. А-а-а. А то вы все избротили. Бритые. Кто вы такие? Да ты же, Павел. Вот. Я еще раз. Кто? Будет говорить не как я говорил. Да напим. А напим вам всем. Вы как научили? Папа у вас главный здесь. Крестить не крестить. Только побрызгали. Идите. Исправьте положение. Тогда придите. Вышли. Ой-ой-ой. Какой строгий. Так. Православные идут. Это наш Павел. Мы любим. Заходят. Так. А вы кто такие? А-то Павел спрашивает. Кто? Православные мы? Православные. Эх вы. Да у меня один Тимофей больше проповедовал, чем вы все вместе взятые. Почему не проповедуете? Что это вы придумали, чтобы прятаться от людей? Где вы это считали такое? Ну мы. Не разговаривать. Говороны. Выйдите отсюда. И дальше началось бы разбор. То есть совершенно другая обстановка. А сектанты-то. Это наш Павел пришел. Он проповедует. А вы кто такие? Бритые в галстуках. Подкатили масонщики. И вот он с ними, Павел, разговаривает. Так. А вы кто такие? Ну мы. Это самые протестанты. Арт Мартина. Мартина? Да он в аду уже горит. Полтысячи лет. Он Богу дал обещание монахам. Так? Нет? Ну да. А вы знаете, что он размонашивался? Монах не имеет права жениться. Ну да. А он монашку собратил и шесть детей нажил. А дети суть свидетелей разврата против родителей. Знали, знали. И вы за ним пошли. Куда вы упадете, если за таким пошли? Так, скажите, а у вас почему епископа-то нет? Ну как? Ну, мы избрали. Не избрали. Я послал Тимофея, Титу, чтобы докончил не докончено. Рукоположил. Считали 1.5 к Титу? Ну да. А вы никакого отношения к церкви не имеете, самозванцы. Последователь Дофана, Верона и Корея. Идите. Умоляйте. Кто у кого есть это там. Сходите к Григориану Армянам, к православным там, с католиками. Договорите, чтобы вам хотя бы трех рукоположили епископов. Я так представляю. Я этого не видел, ничего нету. И что? Ой-ой-ой. Все до одного. Никого не одобрил? Нет. А как встреча дальше? А он говорит, вы услышите, где я буду? Услышите. Я сейчас на самолете летаю. Не то, что тогда на ослах ездили. Мы не успеваем, говорится, собирать людей везде. И везде такая обстановка. Но когда в другой раз еду, все по-другому. Это наши братья. И епископат есть, и проповедует, и лишнюю это все, бижутерию-то скинули. Как Патриарх Кирилл сказал, эти завези себе жезлы, побрякушками этими обзавелися. Убрать. Убрать. Все. А у самого такая же побрякушка. Это я вот так вижу, как рассуждаю. А что нужно сделать? Хочешь двинуть мир, двинься сам. Приступи к молитве. На молитве это открой. Вот я на многие вопросы не могу ответить. Спрашивай, переезжать, там делать операцию или как. Не знаю. Вы не говорили. А когда узнаете? Не знаю, когда узнаю. А может и не узнаю. Вот одна писала мне из Италии. Я переезжать, думаю, в Россию. Мне тут уже не нравится. Дети выросли, неверующие. Ну что делать как? Позвоните, я говорю, через месяц. Она звонит. Ну и как? Я говорю, ответа нет. Будем молиться дальше. Там на месяц через три назначил. Она приходит, я говорю, ответа нет. Только отошла. Я встал на молитву и ответ пришел. А как вы это узнали? Ну как узнали? Добейся. Ну и что вы сказали? Я ничего не сказал. Я указал местописание, которое передо мной высветилось. Вот это местописание, я сказал, ответ вот какой. Это не мой Божий ответ. А дальше что? А дальше с этим ответом пойди к священнику, где исповедуешься. И там на месте молись, чтобы Бог открыл через него, не через меня. Через меня мой этап законченный. Вот. Но из этого стиха, чтобы никуда не выходил. Я что не так сделал? Куда я отослал его или сам придумал? Ничего нету. Поэтому те, которые что-то говорят против, или по незнанию, или по обычному своему невежеству и злобе и зависти. Я начал-то говорить о Максиме. С Максимом поступили несправедливо. И сейчас, что он там говорит, делает, они все вместе не делают. Он такие большие статьи пишет. Но объясняет людям. Это не мистия. В этом ничего миссионерского-то нет. Это просто разъяснитель, историк, тем более у него и факультет, кажется, такой, и проще. Но пишет он со стороны верующего, как это выглядит, где. И его и поздравительная-то такая. Поэтому, Максим, если здесь будет, наша дверь никогда для него не закрыта. Он был моментом, когда через него можно было начать что-то менять в церкви. Менять ничего не меняя, фактически. Открыто сказать, на исповедь идете. Вы должны подготовиться. Ну и так проще. Но, однако, нас никто не спрашивает. Мы никому не нужны. Правильно написал этот. Сейчас, говорит, умолкли. На Игнатия-то они не нападают. Вообще нигде нет. А почему? Потому что они объявили крестовый поход против моих книг. И обманом стали их оттуда, с библиотеки вытаскивать. И говорить, что эти книги очень нужны для нашей семинарии, академии. А вы же верующие. А где не верующие, те не отдали. А которые прихожане отдали книги им. Ну, тем более с добрым умерением и прочее. И поэтому я не выступаю нигде, они постепенно заглохли. Но придет время, они будут искать. Вот у меня сейчас ситуация такая. Сайт. На сайте выставлены были то, что я насчитал раньше, еще в 80-е годы. Это, считай, 20 лет. 37 лет. И они на сайте. До этого они у меня просто были в катушках. Я просил, Господи, помоги, чтобы развить таланты свои. И добрых помощников, наставников, советников. И одновременно, не договариваясь друг с другом, сразу пришли три человека. Три. Один занялся Златоустом, разбить его по файлам, выставить. 1262 получится ролика. Другой занялся книгами моими. Сергей Новиков, а там Крюшков, Андрей. И здесь Сергей Евтушенко. А этот занялся, кажется, житиями. Это тоже непростое. Может, даже не менее сложно, чем Златоустом. Там подряд брать, а здесь уже 300 выставлено было. Другой человек. И надо найти, чтобы не было повторов. И захватить остальные. Ну, он уже... Примерно сказать, вот сейчас я скажу, сколько он мне выставил. Вот здесь это слово «Жития» надо найти. Вот здесь где-то. Ну-ка. Нету? Вот она, «Жития». Вот уже 135. Вот 135, да и... Ну, наверное, и вот здесь не имеешь, который уже я выставил. 135. И здесь 18. Здесь уже 18. 135. 145. 180. На, вот такое дело. Это Сергей Евтушенко занимается этим. Бог дал. Через 37 лет молитвы Бог ответил. Бог дал. Я думаю, что встреча с Максимом, она и для него не прошла бесследно. Он говорит, после встречи со мной, я, говорит, многое пересмотрел. В своей жизни. В отношении в семье, в отношении с матерью. Там он писал, где просто там и там, я, говорит, подверг анализу все. Ну, значит, слово его достигло. Благодарение Богу. Вот ответ. Спаси Христос. Благодарим. Слава Христу. Все у меня. Спасибо. Спасибо.